25 июля в Павлодарской области, рано как и по всему Казахстану, впервые состоятся выборы акимов сельских округов. Население будет избирать глав своих населенных пунктов самостоятельно. В преддверии данного политического события в регионе была проведена подготовительная работа с наблюдателями. Наша съемочная группа вместе с представителями Центра непартийного наблюдения побывала с мониторингом в районе Теренколь. По области за выборным процессом будут следить около 400 наблюдателей от Центра непартийного наблюдения. Они будут мониторить работы участковых комиссий, проверяющих из других организаций и самих госслужащих. Накануне специалисты Центра посетили избирательный участок номер 284 села Байконыс в районе Теренколь. Наблюдатели получили практические навыки, изображая процесс голосования. Для участников был организован модельный участок, на котором разыгрывались различные ситуации, с которыми они могут столкнуться 25 июля. Опыт работы участковых комиссий имеется. Есть небольшие, скажем так, какие-то моменты, такие как мы хотели, чтобы расстояние было чуть больше между наблюдателями, для того, чтобы все саннормы были соблюдены. Где-то в каких-то избирательных участках, по мнению наблюдателей, не совсем видно работы участковой комиссии. То есть мы просим переставить наши стулья. При посещении участка в селе Байконыс комиссию интересовали соблюдение условий по санитарным нормам, а также обеспечение доступности лиц с ограниченными возможностями. Необходимо отметить, представители территориальной комиссии района Теренколь считают, процент явки будет высоким. Масштабные выборы в стране во многом далеки от простых граждан. Однако этот политический процесс близок к простому, периферийному избирателю. Большую активность люди проявляют во время агитационных встреч, которые проводят и сами кандидаты, и их доверенные лица. Также люди идут, очень много людей идут, уточняют себя в списках избирателей, проверяют, есть ли они в списке избирателей, все ли данные о них верны. То есть мы видим, что интерес высокий. Всего в регионе организовано 126 избирательных участков. Как проголосуют избиратели и кака бы будет явка, станет известно на следующей неделе. Сейчас же можно сказать только одно – Павлодарская область готова к предстоящим выборам. Александр Смирнов, Ерлан Умашев, Ертис Акпарат.